Здравствуйте! Сегодня в студии DigitArk мы поговорим о горячих пирожках рынка мобильных телефонов. Алексей, расскажи, что у нас на столе? У нас тут пять самых желанных телефонов этого года. Первым у нас является Huawei P9, новый флагман от Huawei. Потом у нас идет LG G5, новый флагман от LG. Не совсем флагман, но новая модель от Apple, iPhone SE. Samsung Galaxy S7 Edge, то есть новый флагман от Samsung. И почти флагман от Sony, то есть это Sony Xperia X. У него будет еще версия X Performance, которая будет самый-самый-самый. Но это такой полфлагман от Sony. А расскажи мне, что нового в этих телефонах? Ну, в этом году все производители очень сильно сфокусировались на камере. То есть как эта камера фотографирует и какие дополнительные функции есть. Huawei скооперировался с такой знаменитой фирмой, как Leica. Они делают очень давно фотоаппараты. В мире фотографов они очень известная фирма, очень ценятся. И они сделали такую камеру, что здесь как бы две камеры. Здесь даже видно, что есть два объектива. И одна из них делает черно-белые снимки, вторая делает цветные. Что это дает? Это дает то, что если фотографировать какие-либо объекты, они получаются более контрастные, более насыщенные цвета. LG сделали тоже две камеры, но они абсолютно для других целей. То есть благодаря этим двум камерам у нее получается очень большой угол обзора у этой камеры. То есть если вы в какой-то комнате хотите, чтобы все поместились на фотографии, обычно получается так, что дальше уже не отойти, то у LG получается так, что все поместятся в кадр. Можно фотографировать большую семью? Сразу, да. Все поместятся в один кадр. То есть, ну это на самом деле при обычном угле обзора где-то 70 градусов, здесь 35, почти в два раза. То есть в принципе можно не делать панораму уже? Да, да. То есть здесь сразу же панорама уже будет делать. iPhone в принципе выглядит как обычный iPhone 5s, но это именно SE, что сделала Apple. Apple сделала то, что давно хотели многие пользователи iPhone, то есть получить новое содержание в старом компактном корпусе. И очень удачно, очень много кому это нравится, именно тот дизайн, что он именно подходит хорошо в руку. Какие-то новинки в области камеры? В области камеры они ничего не сделали, кроме того, что добавили ту же хорошую камеру, которая была в 6s, в старый корпус, который всем нравился. То есть сделали как бы лучшие хиты. Вот. У Galaxy S7 тоже есть своя фишечка в камере, она, конечно, тут одна, но у нее очень хорошее качество съемки в темноте. То есть если освещения недостаточно, то другие как бы не смогут настолько без шума и настолько светлую фотографию сделать. Пробовал сам, действительно так и есть, и довольно большая разница. То есть я не ожидал, что я думал, как всегда, будет просто, что на картинках немного подретуширован, но на самом деле вживую именно так и есть. А что нового у Sony? У Sony они сделали немного по-другому. Они сделали более такую доступную модель X. Они сделали, опять-таки, ту камеру, которая не всегда была хорошая. То есть они сделали 23 мегапикселя камеру. И они добавили, вместе, по-моему, с Canon, они сделали умную фокусировку. То есть если там кто-то бегает по кадру, то его можно сфотографировать так, что он будет именно постоянно в фокусе. То есть телефон будет следить за объектом. То есть он не будет расхлопчатый. Но, к сожалению, они убрали водостойкость. То есть если Samsung добавил обратно, то есть Samsung можно, не знаю, там под душем ходить или в бассейне делать фотографии, то Sony убрали эту функцию из своего телефона. Убрали из обеих версий. То есть X и X Performance останется водостойким. X обычный уже будет обычный. Вот, что еще рассказать. А так, в принципе, из маленьких таких фишечек, то есть у Samsung очень удобно то, что всегда время и прочие вещи отображаются на экране. То есть это мелочь, но приятно. И у LG есть тоже другой абсолютно концепт. То есть они сделали первый телефон, который модулярный. Что это значит? Это значит, что у него можно тут выдвинуть модуль. Во. То есть это телефон, где можно заменить часть телефона на что-то другое. То есть либо поставить специальный модуль, который предназначен для аудиофилов. Там есть Bang & Ousen модуль, который делает качество звука гораздо лучше. Есть модуль для камеры. И плюс они, ну, чтобы там было удобнее взять больше аккумулятора, тоже такой специальный. То есть я правильно понимаю, телефон остается тот же, но ты можешь какие-то функции в нем сделать более эффективными. Да. То есть это был такой проект у Google, Project Army назывался, где телефон чисто из маленьких деталей составлял. LG этим вдохновились, и они сделали первый шаг в эту сторону, то есть они сделали модулярный телефон. То есть потом будут добавляться всякие разные дополнительные модули, которые будут еще какие-либо функции к этому телефону добавлять. То есть они сделали, ну, маленькую революцию такую, скажем, в телефонах. То есть можно ожидать, что все следующие новые телефоны других производителей тоже будут с этой маленькой революцией. Посмотрим, как удачная модель у LG. От этого зависит, как пойдут и другие производители по какому пути. Спасибо большое. Много интересной информации. Если вы хотите узнать больше новостей, побольше почитать по поводу телефонов и других новинок на мобильном рынке и рынке технологий, то заходите в наш портал Digitarg. Хорошего лета!